Единственное место в Барнауле, где официально и бесплатно обучают флористики, это Алтайский краевой экологический детский центр. Да, здесь занимаются дети, для них это как кружок, но с хорошей практической базой. Ну а мы, взрослые журналисты, решили научиться собирать букеты. И первый сюрприз. Флористика это не только про букеты, а про декор в целом. За месяц с цветами мы работали однажды. Наверное, перед таким живым материалом нужно немного расшевелить свое чувство прекрасного. Вот и сегодня мы создаем венок, рождественский или пасхальный. Взрослые ученики за школьными столами карпят, придумывают. По словам наставника, занятия с нами все равно, что с детьми. Большой разницы нету, потому что, я не знаю, конечно, дети-то ходят давно, дети уже знают правила безопасности, дети уже все-таки какие-то навыки приобрели, которые непосредственно ходят, например, ко мне. Ну а вы в первый раз. Многие впервые взяли в руки пистолет, и здесь это горячее оружие. Горячее оружие выдает клей, а без клея здесь никуда. Скрепить пенопласты, берточную ткань, бусинки, ягодки, орешки – ингредиенты красоты у каждого свои. Будь ты ребенком или взрослым, это занятие развивает эстетический вкус. Прямо здесь мы учимся сочетанию, композиции, расстановке акцентов. Такие громкие слова для простого, казалось бы, создания венка или букета. Но девушкам и не только журналисткам это может пригодиться и на работе, и дома. Я сюда пришла за красотой, за собственным удовольствием. И дома пригодится, я надеюсь. Мы все время что-то декорируем, у меня дети, мы все время что-то творим и выдумываем. Поэтому, я думаю, мне это пригодится очень. Уже пригодилось. Сделала открытку мужу, поздравила с днем рождения. Все довольны. Довольны и мы. И от результата, и от самого процесса. Такая концентрация на прекрасном сравнима с медитацией. Может, поэтому флористы так спокойны и гармоничны. А у нас на погружении в этот мир еще целый месяц. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. Можно, а вот и вот.